В третий раз на Дымчане, как школьники, сели за парты, взяв ручки и линованную бумагу. На тотальном диктанте в прошедшие выходные побывала наша съемочная группа. Ольга Смирнова пишет диктант не в первый раз. Четверку уже получала, теперь старается на пятерку. Хотя оценка для нее не главное. Ей приятен сам процесс записи от руки, под диктовку и потом работа над ошибками. Каждый раз, как в первый класс, те же волнения, острые эмоции. Постоянно сомневаешься в чем-то, не всегда уверена. Но в целом, когда потом получаешь результат, думаешь, о, неплохо написала в принципе. Желающих проверить свою грамотность меньше не становится. В этом году в Надыме диктант писали на четырех площадках. А в целом по России в акции приняли участие более 150 тысяч человек. Самое главное то, что у нас есть те люди, которые приходят ежегодно и пишут, те участники. Это радует. То есть вот послевкусие остается и оно заставляет снова возвращать себя к тому, с чего начинали. И нужно сказать, что лица, в общем-то, участников вдохновенные. Тотальный диктант – акция добровольная, общественная и не имеет ограничений по возрасту. Надо только решиться. Вообще о тотальном диктанте я слышал и раньше, но решил прийти, попробовать свои силы, как с орфографией у меня проверить себя. Люди боятся получить двойку. Ну, а что в этом страшного? Ничего такого нет, понятно, в сферу. Во время, когда все пишут в твиттеры, смсят, сокращают слова направо и налево. Ну, просто люди боятся уже писать. Текст тотального диктанта всегда непростой. Его авторами становились известные писатели. В этом году это Андрей Усачев, детский писатель и поэт. Надымчанам диктовали вторую часть трилогии «Этот древний-древний-древний мир» под названием «Вкратце об истории письменности». В те незапамятные времена, когда в Междуречии Тигра и Ефрата пришли шумеры, они говорили на никому непонятном языке. Текст на понятном, но сложном языке читает Максим Баданин. Он так называемый «звездный диктатор». Его голос надымчане каждый день слышат по радио и телевидению. Читать текст как диктор, допустим, на радио, какой-то закадровый текст, это одно. Ты можешь где-то остановиться, где-то перечитать. А здесь, так скажем, с трибуны вещать – это совсем другое. И почему-то вспомнилась школа сразу. Кстати, и школьников, которые поняли, что писать грамотно – это модно, стало больше. Вообще же подвергнуть какому-либо анализу публику, который участвует в диктанте, невозможно. Главное – это решительные люди, которые хотят и не боятся проверить свою грамотность. «Тотальный диктант» писали Светлана Ложникова, Сергей Черков. Телевидение «Общество Газпром. Добыча на дым».